На тему стратегии в реальном времени было выпущено немало достойных игр. И в этом видео я расскажу вам о 10 хороших РТС играх, которые достойны вашего внимания. Ну и как по традиции ставим лайк и погнали! The Great War Western Front. Это стратегическая игра, которая перенесет вас на поля сражения Первой мировой войны. Игра сочетает в себе стратегические элементы и пошаговые бои. Авторы уделили большое внимание уровню реалистичности происходящего, поэтому работали совместно с военным музеем в Лондоне. Событие происходит в 1914-1919 годах на Западном фронте. Перед битвами игроки могут выбрать сторону конфликта, который является Антанта и Центральной Державой. По мере прохождения игроки отправляют солдат в бой, исследуя новейшие технологии, создают маршруты снабжения и распределяют ресурсы. Кроме того, под нашим контролем будет полевой менеджер, который принимает участие в тех или иных матчах. В боях, которые ведутся в реальном времени, игроки командуют войсками, роют окопы и штурмуют вральские позиции. Динамическая смена погоды влияет на ход событий, и большинство стычек происходит как в жару, так и во время метея. Погодные условия влияют на скорость передвижения артиллерии и армии. Действие также меняет внешний вид уровней, что может быть полезно при разработке стратегического плана. Мехабелиум – экшн-симулятор с элементами стратегии, событие которого происходит на просторах далекого колонизированного мира. Тебе же дается важная роль – роль главнокомандующего целой армии мехов, которые будут вступать в ожесточенные схватки с множеством оппонентов. Первым делом ты займешься настройками своих юнитов, наделяя их определенными навыками и боевыми способностями, которые затем повлияют на ход боя. Каждого участника своей армии важно постоянно развивать и модифицировать, ведь враг имеет способность наращивать силы и становиться могущественнее, тем самым уменьшая твои шансы на победу. Важно проявлять себя как профессиональный стратег, и с самого начала расположить мехов в правильном порядке на поле боя, заранее продумав ход событий и сделав все, чтобы победа оказалась именно в твоих руках. Визуальное исполнение отлично продумано, обладает массой крутых эффектов и небольшой реалистичностью, а все действия будут происходить с видом сверху, что позволит тебе полностью контролировать происходящее на поле боя. Силька – игра, которая отлично сочетает в себе жанры стратегии и экшена, где нам предстоит исполнить важную миссию по взятию контроля над планетой под названием Балторус. Ты – профессиональный командир, который берет под контроль отважную мощную армию, а затем смело отправляется покорять космическое пространство. Первым делом стоит отметить наличие сразу нескольких режимов, в которых каждый может найти для себя что-то интересное и отлично провести время в компании друзей. Всего предстоит исследовать 6 уникальных локаций, добыть ценные ресурсы, пройти испытания и сразить тех, кто посмеет принять вождебную сторону. Имеется как одиночная, так и многопользовательская игра, где в одном тебе пригодятся навыки стратегического планирования, а в другом – сила, могущество и хитрость на арене. Жители этого фантастического мира будут разделены на несколько разных фракций, одну из которых ты сможешь выбрать, а затем привести к победе, захватив желаемые планеты. Company of Heroes 3 Продолжение классической РТС, основанной на событиях Второй мировой войны. На этот раз поле боя итальянское Средиземноморье, где игрока ждут ожесточенные стычки и нерассказанные истории. Бенитто Муссолини объявил о военном союзе с нацистской Германией, что не понравилось союзникам. Сюжетная кампания нелинейна, и игроки сами решают, куда направить свои войска. Например, для освобождения соседней деревни, или для обеспечения безопасности источника ресурсов. Каждая миссия многократно переигрывается и разнообразна, а гибкие настройки искусственного интеллекта подходят как для новичков, так и для опытных фанатов. Количество боевых единиц огромное, и каждый имеет свои особые преимущества. Воздушные силы могут вызывать воздушные удары, огнеметы могут быстро очищать здания и так далее. Все модели военной техники исторически точны и детализированы, а локации различаются не только по содержанию, но и по декорациям. Помните, что бой в горах сильно отличается от боя в городе. Одной из самых важных новых особенностей игры является тактическая поза. Вы можете сделать паузу, чтобы оценить ситуацию, спланировать свои действия и распределить задачи между всеми своими подразделениями. Полная разрушаемость это еще новая особенность. Благодаря новому механизму SS Engine, вы можете не только уничтожить любой объект в окружении, но и использовать его обломки в качестве укрытия. Выбор за вами прорваться через вражеские окопы на своем танке, или застать их врасплох с помощью скрытности и саботажа. Помимо игры против компьютера, вы также можете играть против других онлайн игроков. Есть возможность уникальных карт на выбор и дополнительные фракции, такие как Вермах. Благодаря насыщенной сюжетной линии и множеству режимов PvP, многопользовательская игра подарит десятки часов сложного и напряженного геймплея. Tempest Rising это классическая изометрическая стратегия в реальном времени, вдохновленная серией командовать и завоевывать. Сюжет повествует о конфликте между тремя фракциями, борющимися за контроль над планетой. Из-за ядерной войны планета полностью изменилась, но битва за господство не закончилась. Земля покрыта таинственными лозами, за которые теперь сражаются враждующие союзы. Глобальные силы обороны и династия Шторм не подозревают об опасности, в которой окажется планета, если все узнают об истинном формировании Шторма. В распоряжении игроков три фракции, каждая со своей экономикой, типами юнитов и стилем боя. Сражение будет происходить в больших и разных местах, где войска добывают ресурсы, строят, улучшают базу и нанимают солдат. Кроме того, на некоторых картах есть нейтральные силы, охраняющие важные сооружения. Во время прохождения игроки смогут играть за Global Defense Forge или Шторм Династии. По мере продвижения игроки должны захватить таинственные лозы, покрывающие раздираемую конфликтами землю. Главной задачей миссии является грамотное управление имеющимися ресурсами, развитие базы и военной мощи. Иногда цели будут меняться, что заставит вас изменить тактику и использовать определенное количество войск. Естественно, будет не только завоевание территории, но и заботой о внутренних делах. Игрокам предстоит заняться контролем множества точек, но одним из самых важных является энергия. Без необходимого количества кредитов здания работать не будут. Heart of Mirruet. Увлекательная и захватывающая стратегическая игра, которая отправляет нас на просторы пиксельного мира средневековья. Сюжетная линия расскажет о могущественном противнике, который намерен совершить вторжение в мир главного героя. Своя задача помочь отважному воину не допустить свершения планов соперника, сделав все возможное, чтобы его уничтожить раз и навсегда. Стоит сразу отметить, что все действия в игре происходят в режиме реального времени. Это является преимуществом, ведь обеспечивает максимальную реалистичность. Есть в наличии огромные масштабные карты, поддающиеся изменению и хранящие в себе много нового и интересного. Не обойдется в игре и без магии, которой должен научиться обладать главный герой, чтобы суметь уничтожить любого, даже самого сильного оппонента. Игрок станет участником нескончаемой войны между могущественными фракциями и заняв позицию одной из них, постарается одержать победу над другой, вытеснив соперника навсегда. Изучи окружение, добывай ресурсы, пополняй оружейный арсенал и обеспечь себя атрибутами защиты. А также не забывай постоянно развивать навыки, чтобы справиться с самыми опасными преградами на пути к успеху. Терминатор Dark Fate Defiance Это стратегическая игра в реальном времени, действие которой происходит во вселенной последней части серии фильмов о Терминаторе. История повествует о войне между машинами и людьми, в мире, где все пущено на самотек, где большинство людей уничтожено, а те, кто остался, вынуждены стражаться с превосходящими силами противника. Игра проведет вас через сюжетную кампанию, где вы сможете возглавить силы сопротивления, чтобы уничтожить вражеские войска, их основные базы, центры управления и заводы по производству новых роботов. История охватывает дюжину различных миссий в разных частях континента. Игра сочетает в себе стратегию в реальном времени и элементы выживания. Поскольку машин больше, чем людей, и они гораздо хуже оснащены, вы должны передвигаться скрытно и стараться не нападать на врагов открыто. В то же время вы должны прочесывать карту в поисках припасов и новых людей для вербовки в армию. Игрок превращается в управляемого по очкам юнита с различными специализациями и снаряжением. Существует также многопользовательский режим, в котором вы можете играть за робота, что является совершенно другой тактикой. Вы также можете устраивать одиночные сражения на любой карте и играть за любую из сторон конфликта. Warhammer Age of Sigma Stormground Пошаговый стратегический проект, оснащенный динамичными сражениями, сковарными оппонентами и непредсказуемыми событиями, полными тайн и загадок. Исполни роль отважного героя и отправляйся навстречу приключениям, создавая самую могущественную армию мира. Отправляйся исследовать земли, изучать локации, добывать ценные ресурсы и увеличивать свои шансы на победу над врагом. Развивай собственную армию, открывай новые предметы и расширяй возможности, заполняя боевой арсенал мощным оружием и атрибутами защиты. Нужно быть максимально внимательным, чтобы суметь предугадать действия оппонентов, а для этого нам понадобятся навыки стратегического планирования. Мы окунемся в атмосферу фэнтези и посетим удивительный мир, жителями которыми являются бессмертные рыцари, летающие на звездных змеях и сражающиеся за безопасность своих земель. Погружайся в эту атмосферу с головой, будь готов сделать все, чтобы добиться успеха и создать самую непреодолимую армию мира. Man of War 2 Динамичная тактическая игра, которая основана на многопользовательском режиме. Это уже вторая часть серии, являющаяся продолжением первой части, которая готова вновь окунуть нас в захватывающие, но в то же время довольно опасные события, связанные со временем Второй мировой войны. Игроку необходимо в полной мере проявить свои навыки тактического планирования, а также постоянно их модифицировать, ведь чем дальше он проходит, тем сложнее будет становиться испытанием. Продумывайте действия наперед, подключайте смекалку и быстрое действие, ведь именно это позволит добиться поставленной цели. Враги будут самыми непредсказуемыми, поэтому нужно позаботиться о боевом арсенале, чтобы в нем всегда находилось мощное оружие и атрибуты защиты. Поклонников проекта порадует наличие выбора между разнообразием режимов, где каждый сумеет найти для себя что-то интересное. Что касается графики, то она продумана на отлично и позволит с головой окунуться во всю суть происходящего. Окружение поддается полному разрушению, что обеспечивает максимальную реалистичность. Homeworld 3. Продолжение знаменитой серии игр, третья по счету игра в жанре космической стратегии. Здесь главному герою предстоит отправиться в долгое и опасное приключение, взять в свои руки оружие и сразиться с могущественными врагами. События игры снова происходят в космосе, далеко от планеты Земля. Однако теперь, помимо других более насыщенных миров, вас ждут совершенно новые, ранее неизвестные приключения. К сожалению, о сюжете проекта известно не так много, но мы точно знаем, что гиперпространственные ворота были открыты, а они открыли доступ к новым и неизведанным мирам, куда вы и направляетесь по сюжету. Говоря о геймплее, стоит отметить, что он по-прежнему будет основан на красочных сражениях в реальном времени, активной прокачке, сборе лута и крафтинге, а также пристальном исследовании бескрайных просторов космоса. Разработчики заявили, что в этой части игры мир будет гораздо больше, чем в предыдущей. Будет доступна еще одна новая раса, а также несколько типов отдельных кораблей и многое другое. У каждой расы будет своя уникальная технология, дающая им определенные преимущества. Вот все 10 игр, которые я подобрал для вас в этом видео. Думаю, хоть что-то вы для себя присмотрели, а поэтому не забыли поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Спасибо за просмотр и всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!